Шахтинскую ТЭЦ оштрафовали почти на 400 тысяч деньги за срывы отопления города минувшей зимой. А в Тимиртау следующий отопительный сезон может начаться на месяц позже. Людмила Батюшкина с подробностями. Жалобы жителей Шахтинска нашли подтверждение. Начиная с января они говорили о плохом отоплении. И хотя руководство ТЭЦ и Акимата Шахтинска уверяли, что предприятие работает стабильно, внеплановая проверка областного департамента энергетического надзора и контроля это опровергла. 16 по 22 февраля действительно были нарушения со стороны Шахтинской ТЭЦ по соблюдению температурного графика. Согласно кодексу об административных правонарушениях, станция была привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В размере? Сумма 400 тысяч, если точнее 396 тысяч деньги. Изначально штрафом предполагает сумму в размере 700 тысяч деньги, но в рамках сокращенного дела производства оплачивается 390 тысяч. В Тимиртау дела еще хуже. Энергонадзор выявил 6 технологических нарушений, которые сопровождались глубокими просадками температурного графика на ГРЭС-1. Температура была на 25 и даже 35 градусов ниже нормы. На станции уже сейчас срывы графиков ремонта. По каждой аварии ГРЭС оштрафовали на сумму от 400 до 700 тысяч деньги. С 15 апреля должны были начать текущий ремонт 9 котла, но в силу того, что имеются опоздания с поставкой товарно-материальных ценностей, фактически данный котел будет выведен в ремонт 30 апреля со срывом 15 дней. В последующем данный факт негативно повлияет на сроках ремонтов 10 и 11 котла. Мы ожидаем, что по 10 котлу капитальный ремонт будет завершен не 14 октября до начала отопительного сезона, а в середине ноября. На 10 котле в прошлом году вместо капитального ремонта произвели текущий. И именно этот котел зимой подвел. Та же ситуация и в этом году с 8 турбиной, говорит руководитель департамента. Из-за отсутствия денег вместо капремонта планируют текущие. Станции, видимо, опять откажут в выдаче паспорта готовности. Кроме того, большие вопросы к персоналу ГРЭС и первому руководителю, который не имеет энергетического образования.